На страницах известной британской газеты Daily Mail в 2016 году появилась статья с фоторепортажем об Афоне. Была размещена и эта фотография с подписей. Молодые монахи и рабочие собираются вокруг старого монаха и его собаки, возле монастыря Духиар. Корреспонденты газеты не ошиблись, это действительно старый монах, один из самых известных на Афоне. Масштаб его личности нам еще предстоит понять, и не только нам, но и будущим поколениям. Его уникальность в том, что вся жизнь прошла на виду. Он является живым звеном, перенявшим традиции православного монашества у блаженных старцев Филофея Зирвакаса и Амфилохия Патмоскова, канонизация которых ныне готовится. Он – афонский старец, геронда 10-го в иерархии Святой горы монастыря Духиар, архимандрит Григорий Зумис, отошедший ко Господу 22 октября 2018 года. Вот некоторые комментарии греков к видео похорон Геронды. В нашем уделе Божьей Матери это была яркая горящая свеча во тьме разврата, преступного молчания, дрязг и интриг. Редкая душа во зловонии и отступничестве нашего нынешнего общества. Вечная тебе память, Святой Геронда. Из священников, которых я знал, он был единственным из тех, кого я помню, кто говорил мне правду. Он всегда говорил правду, простой, улыбающийся, сильный, держащий веру и православие на высоте. Он был несовместим с новым классом, настоящий монах, подлинный аскет, настоящий человек. Женщина совершается, когда бежит себя на руках ребенка. Конечно, к нему обращались с вопросами насущными, острыми, беспокоящими как общественность, так и сердца небезразличные к завтрашнему дню. Когда-то в слове воспитания он сказал, сами родители должны являться примером для подражания. Дети должны быть копией родителей. Дети должны быть копией нас калькуруют. Благодарю и славлю Бога, что мои родители с шести лет меня отвели в монастырь. Я предпочитаю быть бедным, быть спокойным и мирным. Нам бы в Грецию такого предстоятеля, сказал он как-то о владыке Ануфрии, предстоятеле Украинской Православной Церкви. Православная Церковь сейчас в гонении. Где бы она ни находилась. К свете ситуации на Украине он напомнил о священном писании. Празднует Пасху только тот, кто прощает. Украинскому и молдавскому народу заповедовал жить по традициям отцов. Надо быть далеко от Европы, далеко от Америки. Беженцы-мусульмане, заполнившие Грецию, не бедные. Они являются людьми обеспеченными, богатыми. И они приехали, чтобы уничтожить Грецию. Архимандрит Григорий проявлял нетерпимость к табакокурению. Считал его бесовским наваждением. Куришь, спрашивает старец мужчину на этом видео. Анафема. Вот так он относился к курящим. О курении в беседке монастыря Духиар есть табличка. Здесь написано. Это место, куда вы пришли, к которому прикоснулись, просим уважать и не бросать сигареты. Научитесь не играть с нашим терпением и выбрасывать окурки в наши мусорные контейнеры. Здесь не центральная площадь Афин, а Мония. И не площадь Аристотеля в Салониках. Здесь удел Богородицы. Взгляните на ангелов. Богородица простирает свою руку, и ангелы поют. И Господь целует вас. Из-под руки Геронда Григория. В своей статье на портале Православие.ру историк и публицист Максим Клименко рассказывает об отношении к курению и прозорливости старца. Близкий друг автора, куривший с подросткового возраста, отправился на Афон, не подозревая, какие перемены его ожидают. Архимандрит Григорий к нему шел твердым шагом. «У тебя сигареты есть?» «Есть», – ответил друг и протянул початую пачку. В ответ получил смачную оплеуху и услышал. «Все, больше у тебя сигарет не будет», – чудит дедушка, – подумал друг, доставая припрятанный блок дорогих сигарет. И началось. Закурил, закружилась голова. Вторую сигарету – то же самое. Стал упорствовать, вырвало. И больше не пробовал. Заядлым курильщиком был более 30 лет. Тяжелая форма диабета и рак более 10 лет. Об этих недугах мало кто знал. В частности, вот его магистря, старец Григорий, это вообще уникальный человек. У него достаточно тяжелая форма диабета. Он такой, что он ходит все время, сам себе делает инъекции. Потому что, когда он здоров, у нас братья вместе, там, под одинаковое время, это столкание, там, висит раствор. То есть, если ему было так плохо, что он не мог работать, он выходил в водород, ложился между грядками, потому что стоять не мог от слабости, и лежа, въедет, в какие-то сорняки. То есть, у него все это получилось совершенно удивительно. Бывало, Келли старца крест-накрест палками закрыта. Это означало ему так худо, что не может встать. Он как-то, получая силы появляются, он тоже идет молиться, и служить Богу перед беденными братьями. Однажды на беседе с паломниками один священник достал фотоаппарат и сфотографировал Геронду. Геронда посмотрел печально, что-то сказал, покачал головой и ушел. Все растерялись, что случилось. «Эх, батюшка, батюшка, в рай не попадешь», перевели из греческого языка. Старец считал, что священнослужение и фотоаппарат несовместимы. Если ты служитель алтаря, тебе уже должно быть не до внешних эффектов. По его мнению, монах и мобильный телефон также несовместимы. Старец говорил, что в последнее время часто встречал на Афоне монахов с мобильными телефонами. В руках у монаха должны быть четкие, а не мобильные телефоны, и он должен постоянно по ним молиться. Сейчас много святых на иконах изображают с четками. Допустим, что какие-то из нынешних монахов в результате своих подвигов тоже в конце концов станут святыми. И что тогда? Говорит с юмором старец. На иконах мы тоже будем изображать их вместо четок с мобильными телефонами. О предсказании о влиянии мобильных телефонов на людей и свою личную историю о телефоне и прозорливости старца поведал игумен Киприан. Мы подходим в море, и мне кто-то позвонил по телефону. Он меня поднимает руку, начинает разговаривать. Он подходит и читает телефон разговаривать. Говорит, выброси свой аппарат в море. Пока, как это не выбросишь, я разговаривать с вами не буду. Ну, я бы собрался бросать море. Потом думаю, как же я восстановлю эту семью. За столько лет, я бы спрашиваю, отец Григорий, а если я завтра в море буду, можно полплохно, мы его просим завтра. Я бы сказал, что до 20-го года, до 20-го года будет совершенно новое поколение людей. Вот оно вырастет, это будет компьютерное поколение людей, которое уже будет иметь совсем другое сознание, другое зрение. И это поколение людей, оно будет полностью рабами. Вот свой телефон. Телефон. Это будет страшно бельмирует. Вот. Страшно бельмирует. Очень трудно будет молиться. На следующий день мы уезжали с Афона, уехали уже в Уранополь, из Уранополя сельную машину, поехали в аэропорт, и я захотел позвонить, начал искать, телефон опять вспомнил, что я выставил на подзарядке Григория, на фоне. О прозорливости старца свидетельствует и епископ Ионы, истории, случившейся с одним художником. Воцерковляясь под окормлением отца Григория, однажды случилось искушение. И вечер, говорит, сижу, там что-то там бесою, и тут у меня стали какие-то воспоминания о прошлой жизни, какие-то там истории вспоминаться. И тут, говорит, звонит какая-то моя подружка, которую я оставил как раз, когда он стал выцерковляться. И он говорит, а я чувствую, что я вот сейчас соберусь и поеду там с всеми вытекающими последствиями. И я тоже там встаю, там начинаю деваться, и тут звонок на стационарный телефон. Берет трубку, это Герем, да. Тут, говорит, только два слова, ты куда собрался? Тут, чтобы он начал мучать там лечь, закрой дверь, положи плечи под подушку и ложись спать. Берет трубку. Все, говорит, дверь, берет. Старец, не жалея своих сил и здоровья, каждый день трудился для благоукрашения монастыря. Строил новые скиты и кельи вокруг обители. Также был требователен и не позволял послабления в трудах и послушаниях и посещающим монастырь паломникам. Один паломник мне рассказал такую историю. Старец назначил им вечером послушания поработать утром во благо монастыря. Ночью одному из паломников стало плохо, и он решил утром благословиться у старца, чтобы он отменил ему послушание из-за плохого здоровья. На что старец ему ответил. У меня нет задачи спасти твое тело. У меня есть задача спасти твою душу. Поэтому иди, работай. Еще старец запомнился прекрасным чувством юмора. Здесь отец Григорий смотрит картину художника Алексея Симоненко, где изображены Господь Иисус Христос с ангелами и ниже демоном. Показывает на одного из демонов, это что, Яков? Показывая на другого, говорит, это что, Александр? Видимо, это те паломники, которые сейчас находятся рядом. Ему говорят, нет, отец, они здесь повыше, рядом с вами. На что он им отвечает, я сам нахожусь еще ниже. На другой беседе старец вдруг берет свой посох и, как, даст по плечам здоровенному мужику. Тот в недоумении, что не так-то. Нельзя ходить в женской одежде, перевел переводчик. А мужик сидел в яркой рубахе с пальмами. Это для старца было неприемлемо. Мужчина должен одеваться скромнее. Особую любовь старец питал к животным, которые буквально повсюду его сопровождали. Ничего подобного на Афоне не найти. Обилие симпатичных добрых собачек с радостью облепляли старца и окружающих паломников. И эти звери, которые сидят рядом со мной, они принесли к мне маленькую радость. И я с ними отдыхаю. При любви ко всему живому старец напоминал. Мы не должны служить творениям, должны служить творцом. Но мы не должны служить этому. И не о фрошении. Нало требуем эти вещи. Это безбожно. Когда служим творению, а не служим творцом. Старец раскрывал суть любого вопроса, доносил на доступном языке. Иносказательно отвечал на вопросы, не заданные по причине смущения, неуверенности людьми, находящимися рядом. Он знал помыслы, с которыми к нему приходили. Христос, анест! Господь подарил нам верного молитвенника, нестяжателя, чудаковатого, невзрачного, строгого, непоколебимого, прозорливого, любящего всех и каждого. И пусть теперь он невидим, как прежде, пусть не обступают его паломники, жаждущие благословения и пастырского совета. Он также чуток к людским помыслам и требам, с которыми будут к нему приходить со всего света, как прежде. И как прежде он найдет, как утешить. И авансом одарит такой любовью, которой мы, пожалуй, недостойны. Истинный воин Христов. Превозмогая мучения тяжелой болезни, он до последнего дня вдохновлял братью на труды и молитвенные подвиги. И, сохраняя бодрость духа, дарил любовь и назидание бесконечному числу паломников. Не забудем и мы слова старца. Молитесь о разбойнике Григория. Господь, упокой душу разбойника Григория, прости ему согрешения вольные и невольные, и даруй ему Царствие Небесное. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok